Пентагон внимательно следит за мобилизационными усилиями России. Пока в Кремле продолжают говорить, что на фронт забирают только профессиональных военных, в действительности повестки приходят кому угодно. Тем, кто уже давно на пенсии, пожилым с диабетом, грыжами позвоночника, глухим и даже мертвым. На этом фоне число въезжающих в ЕС российских граждан увеличилось на 30%. Ученые разработали им план для борьбы с депрессией. Эти новости обсудили в среду. В Министерстве обороны Соединенных Штатов считают, что проведение фиктивных референдумов – это, по сути, попытка России скрыть неудачу своей стратегической цели по захвату Украины. Пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер на брифинге для прессы заявил, что Соединенные Штаты внимательно следят за мобилизационными усилиями России в стратегической перспективе. Комментируя проведение псевдореферендумов на оккупированных российских территориях, пресс-секретарь Пентагона сказал, что Соединенные Штаты не видят никаких признаков, что цель России по захвату Украины изменилась. Он также отметил, что Россия могла бы положить конец этому конфликту уже завтра. Но так как она не собирается этого делать, Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать усилия Украины по защите своей страны и своей суверенной территории. По поводу путаницы, возникшей в прессе о сроках поставки Соединенными Штатами в Украину норвежских зенитно-ракетных комплексов на Самс, генерал Райдер уточнил, что пока в Украину они не доставлены. Но первая партия ожидается в течение следующих двух месяцев. Наше внимание по-прежнему сосредоточено на работе с украинцами, нашими союзниками и нашими партнерами по всему миру, чтобы гарантировать, что у них есть то, что им нужно для борьбы против России на их родине. Число российских граждан, въезжающих в Европейский Союз, резко увеличилось после частичной мобилизации по приказу Кремля. И нелегальное пересечение границы может увеличиться, если Россия решит закрыть границу для потенциальных призывников, заявила пограничная служба Европейского Союза Фронтекс. За прошедшую неделю в Европейский Союз въехало почти 66 тысяч российских граждан, что больше чем на 30 процентов, чем на предыдущей неделе. Большинство из них прибыли в Финляндию и Эстонию. Россияне, пересекающие границу Европейского Союза, в основном имеют вид на жительство, визы или двойное гражданство. И уточняется, что только за последние 4 дня 30 тысяч российских граждан прибыли в Финляндию. Страны Европейского Союза приступили к обсуждению политики в отношении россиян, спасающихся от призыва, но пока не пришли к единому мнению. Чиновники выступили с инициативой после того, как власти Техаса и Флориды выслали тысячи беженцев в северные города. Мигранты с низким доходом, которым грозит депортация, могут получить право на предоставление юридических услуг. С такой инициативой выступили сенатор Брэд Хойлман и член Ассамблеи штата Каталина Круз. Если инициативу одобрят, то Нью-Йорк станет первым штатом в стране, где мигрантам будет гарантировано предоставление адвокатам. На реализацию проекта потребуется 300 миллионов долларов среди задержанных мигрантов, у тех, чьи интересы защищали адвокаты, было в два раза больше шансов избежать депортации. Директор ОНА будет отвечать за определение критериев дохода мигрантов и следить за качеством предоставления юридических услуг. Национальный центр ураганов сообщает, что ураган Иен достигнет пятой категории, прежде чем приблизится к западному побережью Флориды, после того, как он ударил по фермерским хозяйствам Кубы к западу от столицы Гавана и появился на юго-восточной части Мексиканского залива. Кубинские СМИ сообщают, что ураган Иен достиг кубинской провинции Пинардель-Рио, что заставило местные власти отключить электричество по всей провинции и эвакуировать 55 тысяч человек из прибрежных районов. Ожидается, что ураган принесет ветер со скоростью до 130 миль в час и до двух футов осадков в район Тампы во Флориде с начала среды до вечера четверга, сообщает Национальная метеорологическая служба. Штормовой прилив может привести к катастрофическим разрушениям, а некоторые районы могут оказаться непригодными для жизни в течение нескольких недель или месяцев, предупредила служба, призвав жителей переместиться в безопасное укрытие до прихода шторма. Первый выход на сушу произойдет в среду вечером. Он будет петлять по штату всю оставшуюся часть дня, а затем весь четверг и выйдет, скорее всего, где-то в пятницу утром. Ударов будет много и они будут ощущаться повсюду, во всем штате Флорида. Ураган Иен есть и будет оставаться очень опасным для жизни штормом, и это будет сохраняться в ближайшие дни. Жители Флориды по всему побережью уже ощущают на себе болезненные последствия шторма. Белый дом оценивает возможность отставки министра финансов Джанет Йеллен и экономического советника президента Брайана Диза. Окончательное решение об отставке Йеллен не принято, оно зависит от результатов промежуточных выборов, в результате которых демократы могут потерять контроль над Сенатом, что усложнит процесс утверждения на посту преемника Йеллен. Чиновники рассматривают также возможность того, чтобы Брайан Дьес, директор Национального экономического совета, ушел с должности в начале следующего года. О возможных переменах в экономической команде Байдена сообщается на фоне рекордной инфляции в Соединенных Штатах. Члены городского совета Нью-Йорка подали на рассмотрение закон, согласно которому наркозависимые смогут возвращать использованные шприцы и получать за них деньги. В рамках однолетней пилотной программы планируется разрешить Департаменту здравоохранения и психической гигиены устанавливать стимул обратного выкупа в размере до 20 центов за иглу, шприц или острие с максимальной суммой в размере 10 долларов на человека в день. Затем в ведомстве оценят итоги инициативы, после чего будет принято решение о том, сделать ли ее постоянной частью городской жизни. Участниками программы станут наркоманы, которые используют иглы, шприцы или острые предметы для употребления запрещенных веществ в городском центре профилактики передозировок и выбрасывают принадлежности после их использования. Цель программы заключается в том, чтобы заставить людей, которые употребляют наркотики на улицах и в общественных местах, вернуть грязную иглу, а не выбрасывать их ненадлежащим образом. Технологический стартап Иннеркосмос из Калифорнии провел первую операцию по вживлению импланта пациенту, страдающему от депрессии. В компании планируют использовать имплант для лечения депрессии, отмечает главный исполнительный директор Мерон Грибец. По данным организации, от этого заболевания страдают около 3 миллионов жителей страны. Имплант раз в день в течение 15 минут посылает импульсы в левую кору головного мозга, измеряя активность нейронов, чтобы определить и отрегулировать правильный уровень стимуляции. Подобную технику уже используют для лечения эпилепсии болезни Паркинсона. Однако отличие разработки Иннеркосмос в том, что она способна улавливать потенциалы локального поля без проникновения в сам мозг. Если испытание окажется успешным, импланты начнут применять для лечения других когнитивных расстройств. Представители Иннеркосмос сообщили, что операция с участием первого добровольца прошла успешно. Наблюдать за ним будут в течение года. Такой была эта неделя, как ее увидели мы здесь в редакции РТН. Встретимся с вами в понедельник в программе «Пульс дня», где расскажем о главных новостях. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова